Сегодня мы снимаем 400 регулярный выпуск открытой политики. Всего на канале у нас уже более 700 видеосюжетов. Честно говоря, я не думал, что это так затянется, и это так меня затянет, но результаты как-то стали появляться. Количество просмотров на нашем канале уже подбирается к 10 миллионам человек. Количество подписчиков перевалило за 31 тысячу. Действительно, это, наверное, не может не радовать. Есть и другие результаты. К нам стали прислушиваться так или иначе, не хотя и через силу, но нас слышат и видят некоторые органы государственной власти. Иногда даже получается добиться какого-то результата, когда мы поднимаем какие-то острые темы. Ну, есть, естественно, и побочный эффект. Ну, начали узнавать и на улице. Правда, не всегда приятно, когда гуляешь с барышней по парку, а сзади плетется какой-нибудь зловодный Арслан и щелкает фотоаппаратом. Но все это слегка и компенсируется такими, как сказать, душесчипательными моментами, когда в магазине подходит незнакомый человек, жмет руку и говорит спасибо вам за вашу работу. Так что, перевалив за 400 регулярных выпусков открытой политики, мы продолжаем свою работу. Надеюсь и смею надеяться на то, что эта работа необходима и нужна не только нам, но и вам. Потому давайте совместно ее делать. Вы нам помогаете своей информацией, вы помогаете нам своими пожертвованиями, своими лайками, а мы пытаемся хоть что-то объяснить в этом абсолютно непонятном мире. С годами у нас появилась и обратная связь с нашими зрителями и подписчиками, и вот мы стараемся ей регулярно пользоваться. На минувшей неделе во вторник во время оперативного совещания министр транспорта и дорожного строительства господин Булышев заявил, что в двух районах республики Башкортостан в Илишевском и Бокалинском работы по ямочному ремонту закончены на 100%. Честно говоря, меня эта фраза резанула, я категорически в это не поверил и попросил жителей этих районов нам подтвердить или опровергнуть слова господина министра. На мое удивление, вот из Илишевского района пришел такой исчерпывающий ответ на этот вопрос. Мы вам демонстрируем фотографии, которые пришли из Илишевского района, которые однозначно иллюстрируют нам то, что господин Булышев это господин Саврамша. Гражданин Булышев не просто соврал всей республики, он еще и соврал в лицо главе республики Башкортостан на этом оперативном совещании. Я не знаю, было ли сделано это намеренно, либо господина Булышева ввели в заблуждение сотрудники УДХА, например, там, доблестный гражданин Шамхалов, который руководит этим подразделением Минтранса, неважно. Мы имеем факт того, что информация, поданная государственным чиновникам, целым министрам, оказалась обыкновенным наглым враньем. В своем безудержном стремлении понравиться к Кремлю Ради Хаберов, похоже, перегнул палку. Из Кремля уже последовал довольно-таки строгий, раздраженный окрик, что надо поубавить региональную милитаристскую риторику и заняться уже делами в конце концов региона. Вот это вот то, что касается этой всей боевой деятельности Ради Фаритовича на границах и на фронтах и так далее, и так далее. Но Ради Фаритовича не так-то просто остановить. Судя по всему, он и сам себя не может остановить, и потому он продолжил. Уже не своими руками, но руками своих соратников от лица некой общественной организации ветеранов военно-морского флота и какой-то там значит военно-морской пехоты в общем от этих ветеранов последовал призыв сформировать некий региональный батальон добровольцев для участия в событиях на Украине. Ну напрямую этот батальон не называется батальоном смерти, как это было принято в некоторых моментах российской истории, ну какие-то аналогии тут безусловно напрашиваются. Суть по всему Ради Фаритовичу не дает покоя личная гвардия Кадырова, но сам он побоялся формировать подобное воинское подразделение, но в итоге получилось что-то вот такое. Так или иначе, но в уфимских предприятиях, в курилках, всевозможных местах скопления мужчин появились объявления о том, что производится набор вот в этот вот батальон смерти, причем назван он уже именем Шеймуратова генерала, ну как еще иначе, и там расписываются в этих объявлениях довольно подробно условия, на которых граждане могут рискнуть своей жизнью. Это 200 тысяч зарплаты, которые будут платить Хабиров, это 200 тысяч рублей на амуницию, которую тоже приобретет, видимо, из личных сбережений Ради Фаритович, ну и какие-то там, значит, компенсации за в случае гибели 12 там с чем-то миллионов обещают выплатить семье в случае ранения 3 с чем-то миллиона. Ну, вот прям такой прескурант и давайте записывайтесь и айда значит воевать. Хотелось бы дополнить вот эту информацию для тех, кто собирается записаться в этот доблестный батальон имени Шеймуратова, а таковых по словам инициаторов процесса уже набралось 800 человек. Я бы хотел дополнить информацию для размышления помимо вот этих замечательных выплат и денежной стороны вопроса есть еще и такая военная статистика. Надо помнить, что в современном бою период жизни пехотинца с низкой квалификацией составляет 8 минут. По оценкам тех же экспертов период жизни танка во встречном бою составляет 17 минут, а вероятность гибели для личного состава низкой квалификации в современной войне составляет 70%. Так что граждане, которые записываются в эти батальоны смерти, они должны понимать, на что они идут на самом деле. А вот это тщеславие руководителей регионов прогнуться перед Кремлем и выставить вот это некое подразделение из своих сограждан туда, непонятно куда в эту не пойми какую спецоперацию с очень странными шансами в 70% там и остаться в украинской земле. Вот это вот стремление, конечно, иначе как постыдным назвать нельзя. В общем, конечно, все мы взрослые люди и дяденьки с УМПО, как бы закредитованы не были их семьи, как бы плачевно не было их материальное положение, я не думаю, что их жены, дети, матери готовы благословить этих мужчин на то, чтобы они шли непонятно куда, непонятно зачем, пытаясь получить 200 тысяч в месяц с риском в 70% остаться не в живых. Думать надо своей собственной головой. Интуитивно мы понимаем, что экономика региона находится не в самом блестящем положении, однако на минувшей неделе этим предположением было дано еще и подтверждение, причем на самом высоком уровне. Министр имущественных отношений республики Наталья Полянская в одном из своих выступлений напрямую заявила и опровергла все бодрые тезисы Рази Фаридовича. А именно госпожа Полянская заявила, цитирую, экономика региона ощущает уход инвесторов, которые берут тайм-аут. Конец цитаты. Более конкретно объяснить ситуацию с инвестициями в регионе наверное было бы сложно. Кроме всего прочего Наталье Полянской наверняка действительно доступна реальная картина и она ее как-то не стесняется излагать. Собственно это то о чем мы говорили и предполагали вследствие вот этой замечательной спецоперации на Украине не может не быть экономического резонанса в стране которая вступает в подобные мероприятия которые длятся уже кстати более трех месяцев то есть это уже процесс это вам не за три дня до Харькова или Киева дойти оказывается три месяца и все еще не дошли ну да ладно в общем вот начинает прорываться вот эта правда и откровение министров странно что конечно госпожа Полянская видимо она совсем не слушает выступления Радио Фаритович иначе бы она наверное поостереглась вот так конкретно называть вещи своими именами продолжается смена руководства в крупнейшем государственном предприятии республики акционерном обществе Башспирт с треском уволены советник Стрижнев и начальница пиара и рекламы мадам Минибаева но однако показательных казней разборок судов и финансового преследования судя по всему ожидать нам не стоит на минувшей неделе стало известно что смена руководства Башспирта произошла в режиме некой сделки а именно группировка Сидякин Нагуманов Стрижнев сдают кассу без боя за это их обязуются не преследовать и господин Фарвазов обещает не трогать и не расследовать никакие злоупотребления если они будут выявлены в бухгалтерии в делах Башспирта ну откровенно жаль я честно говоря рассчитывал что господин Фарвазов окажется истинным борцом за чистоту и наполнение республиканского бюджета это оказалось далеко не так мы наблюдаем банальный перехват актива то есть одна группировка ослабла Стрижнев Нагуманов Сидякин другая набрала силу вот группировка Хабирова значит отжала в свою пользу пользование вот этой вот большой большой алкогольной кассой собственно вот так я это для себя трактую ну любопытна конечно судьба господина Стрижнева еще до вчерашнего дня советника Нагуманова и как говорят серого кардинала Башспирта господин Стрижнев это вообще персона достойная исторического экскурса наверное имеет смысл посвятить ему целую передачу потому что его судьба она во многом иллюстрирует историю например всей Уфы потому что Стрижнев был зятем одного из мэров Стрижнев там строил то Стрижнев строил это Стрижнев там продал государству вот эту синюю бочку на улице Заки Валиди Стрижнев владеет вот этим торговым центром Европа печально известным своим пожаром с человеческими жертвами в общем много вокруг Стрижнева историй а еще есть такой нюанс что он владелец некой итальянской недвижимости прямо по соседству с домиком а вернее с виллой Павла Качкаева в общем много интересного вокруг Стрижнева мне очень интересно вот в контексте всех последних событий насколько его отлучат от этой итальянской недвижимости насколько итальянское правительство обратит внимание на его персону и даст оценку его близости к властям политическим властям в России то есть связь Стрижнева Сидякина Мурзагулова никак нельзя отрицать в общем конечно персонаж интересный но повторюсь он уходит со сцены его выпинули сейчас из башспирта что будет дальше будем наблюдать Ратмир Мавлиев Мавлиев однозначно войдет в историю Уфы и не только как мэр как мэр конечно пока ему нечем туда входить но он войдет в историю Уфы как могильщик электротранспорта Уфы то есть именно в период правления Мавлиева мы лишаемся и лишимся электротранспорта перестанут ходить трамваи троллейбусы это становится понятно по многим признакам ну во первых по достаточно ослиной позиции администрации Уфы в отношении банкротства Муэта администрация Уфы я констатирую не делает ничего для того чтобы выбраться из этой ситуации и потворствует полностью той ситуации когда электротранспорт будет продан на металл а во вторых вот на минувшей неделе стало известно что мы не получим те самые пресловутые бэушные трамваи из Москвы по сути эти трамваи уже принадлежат нам но забирать мы их из Москвы не будем потому что там возникли какие-то проблемы с ответохранением и за что-то там надо заплатить я подозреваю что дело не в этих платежах я думаю что Мавлиев намеренно не хочет забирать трамвая из Москвы дабы не усложнять задачу которая ему кажется архисложной ему сейчас задача полностью разрушить электротранспорт чтобы его не было в Уфе а тут понимаешь приходят трамваи из Москвы и вроде как придется запустить на линию но и электротранспорт опять оживет это видимо никак не входит в его планы в общем мы наблюдаем вот эту вот печальную картину ждем судя по всему появление гужевых повозок кучек лошадиного навоза и прочих признаков 19 века ну а куда нам двигаться иначе если мы отказываемся даже от трамвая зато в части формирования команды мечты Ратмир Мавлиев не сидит на месте непрестанно непрестанно перевозит жительниц города Нефтекамска и превращает их в жительниц города Уфы Ратмир Рафилович но кроме всего прочего он не просто переселяет часть населения своего любимого родного города сюда к нам в столицу но он еще и делает из этих девушек весьма заметных чиновниц например на предыдущей неделе Ратмир трудоустроил свою давнюю знакомую и сотрудницу из Нефтекамска Зилю Гумарову У барышни совершенно головокружительная карьера она пекла пирожки в Нефтекамске потом торговала автомобилями в компании Автор которая принадлежит по странному стечению обстоятельств все тому же Мавлиеву и вот теперь эта девушка будет у нас руководить знаете чем всем строительным сектором миллионного города ну почему бы и нет если она умеет печь пирожки и торговать жигулями то почему бы ей не руководить строительной отраслью миллионного города конечно можно попробовать меня честно говоря вот эти эксперименты пугают потому что Ратмир Рафилович он конечно видимо очень простодушный и чистосердечный человек ну нравится вот ему какая-нибудь Зиля или там Нина или какая-нибудь Гуля и вообще вот удобно ему с ним он их обратно привозит сюда вот к себе вот в эту Уфу делает их столичными жительницами ну зачем их наделять вот этими полномочиями вот это меня пугает потому что ну что вот это Зиля сможет сделать в строительстве Уфы ну здесь два сценария либо она все сломает либо ее затопчут какие-нибудь носковы и прочие значит монстры уфимского строительства то есть это точно не работающий механизм но вот это вот нарастающая диаспора нефтекамских чиновников в мэрии Уфы судя по всему займет собой все пространство и места для здравого смысла там точно не останется Много было и криминальных новостей в Уфе на минувшей неделе давайте пройдемся по ним по порядку Кировским районным судом города Уфы осуждены двое фигурантов дела жилого комплекса цветы Башкирии а именно директор фирмы застройщика ООО Башстрой комплект Руслан Андреев и председатель ЖСК цветы Башкирии тот самый пресловутый Андрей Абызов напоминаю они получили 10 и 12 лет заключения ну прям скажем люто взялось наше правосудие за застройщиков то их десятилетиями никто не трогал и там ни административку им ни штрафа даже не выписывали а сейчас по десятке выписывают как из пистолета напомню ту же десятку схлопотал господин Комлев за Миловский парк судя по всему ломится такая же десятка господину Бадикова которому продлили содержание в СИЗО до 22 июля ну и наверное господину Дементьеву по Дуслык строя тоже стоит собирать как бы котомку подсушить хлеба и приготовиться примерно к той же десятке потому что судя по всему концепция у башкирского правосудия в отношении недобросовестных застройщиков сформировалась окончательно марксистам с гранатами Чувилину и Матисову тоже продлили арест и занесли их даже в некий реестр экстремистов и террористов ну собственно здесь мы пока ожидаем окончания следствия по этому странному делу когда депутата госсобрания Чувилина и его соратников в Неглиже задерживают в квартире с гранатами и какими-то там листовками коктейлями Молотова и еще прочими фейерверками посмотрим чем это все закончится потому что ну дело действительно такое неоднозначное хотя марксистские кружки и всевозможные террористические организации это вполне себе исторически логичное развитие марксистской мысли мы помним что у нас примерно то же самое происходило в начале прошлого века соответственно удивляться здесь нечему ну поглядим как будет развиваться конкретная судьба конкретного Чувилина вот этого марксистского кружка на минувшей неделе в конце недели то ли бывший то ли действующий муж руководителя Центризбиркома Илоны Макаренко Сергей Макаренко схлопотал административный штраф в 40 тысяч рублей за очернение светлого образа Министерства обороны и российской армии собственно дело было в значке который носил Сергей Макаренко на значке было написано нет войне его этот значок углядели правоохранители задержали его составили протокол и теперь суд значит оштрафовал его за ношение этого значка на 40 тысяч рублей злые языки говорят о том что Илона Макаренко развелась с Сергеем Макаренко именно по причине разногласий на идеологическом фронте другие злые языки говорят что этот развод был фиктивным но в любом случае я могу статировать что в семье Макаренко бывшие или существующие в этой семье действительно они все уроды есть люди достойные соответственно как бы есть и какая-то надежда но в этом тезисе конечно есть доля иронии потому что я не верю в исправление взрослых людей соответственно надежды на то что госпожа Макаренко возьмется за ум одумается поймет что она служила не тому чему нужно этих надежд конечно совсем нет ну а вот Сергей Макаренко в принципе это то что внушает нам надежду на то что даже люди с опытом и опытом еще советской жизни могут трезво оценивать ситуацию и давать трезвые оценки тому что происходит вокруг них ну и в связи вот с этим приговором решением суда в отношении господина Макаренко у меня простой практический вопрос хорошо значок нет войне считается дискредитацией российской армии то есть это так решил суд и мы с этим не спорим а значок до войне то есть я согласен с войной я хочу войны ну вот что-то подобное он будет считаться каким-то там экстремизмом терроризмом или еще чем-то вот не хотелось бы конечно на практике проверять такие вещи может быть кто-то из юридического сообщества даст свою трактовку подобному вот предложению ну посмотрим может быть кто-то нам разъяснит что-то у